Добрый день, сегодня мы с вами поговорим про игру Параллель и как в ней клонировать свои карты так, чтобы их продавать или добавить в свою колоду для лучшего игрового эффекта, так сказать. Все довольно-таки просто, это называется Эхо, вот та же коллекция есть, то есть это карты, которые клонированы были. Они стоят чаще всего дешевле, плюс они в сети бейс, поэтому их довольно-таки легко скрафтить и продать, либо добавить себе в колоду. Как эти карты определяются в игре? Мы помним, что АП это карты, которые просто не NFT, а также есть ФЕ, которые не NFT, и вот есть карты ЕЦ, это Эхо, соответственно. Вот у меня две карты Эхо, соответственно, которые я скрафтил. Далее, что нужно делать для получения таких карт? Для начала мы идем на сайт, авторизуемся, заходим в коллекцию. В коллекцию выбираем карты. Тут представлены вообще все карты, которые есть в игре. И в фильтрах нам нужно выбрать следующие параметры. Вот этот параметр отключаем, а вот этот параметр включаем. В общем, это все карты, которые можем скопировать. Какие-то из них стоят дороже, какие-то дешевле, в смысле дороже и дешевле. Мы для того, чтобы их скрафтить, должны потратить немножечко прайма. Допустим, сейчас покажу на примере. Допустим, мы выбираем карту, посмотреть карту. И вот мы можем скрафтить две ее копии. Если у вас тут не написано Create Echo, значит, а, у вас недостаточно прайма, б, вы не в той сети. Но если вы не в той сети, то вам напишут, пожалуйста, поменяйте сеть на Base. Вот тут будет написано. Соответственно, где мы берем прайм? Прайм мы покупаем за эфир на любой свапалке. Допустим, на вот суши-свапе, да. Все ссылки будут, конечно же, в посте в Телеграме. Также группа у нас есть по параллели. Там все обсуждают свои победы и поражения, так сказать. Туда тоже подписывайтесь. Так, соответственно, после того, как вы скрафтите карту, сейчас покажу, как это происходит. Вот вы нажимаете, соответственно, вот купили прайм. Поняли, что карту можно скрафтить. Нажимаем крафт. Комиссии в Base очень маленькие. Жмем подтвердить. Вот нам показалось, что карта скрафчена. Так, что нам теперь нужно с этим делать? Мы идем на свой OpenSea. Соответственно, в профайл. И смотрим карты, которые скрафчены. Вот они, две штучки мы скрафтили. Заходим на них. И можно продать. Я выбрал самые дешевые для того, чтобы показать вам, какие карты вы хотите клонировать. Это уже ваше дело. Сравнивайте цены на маркете и сравнивайте цену крафта. Но скажу вам, что многие карты выгодно крафтить. Я думаю, что по крафту это вся информация. Также хотел рассказать вам те моменты, которые, может быть, вы не знали. Не забывайте, что в ранкете есть награда за 20 побед. И тут дают рандомный ключ. Его можно найти в коллекции ключи. И вот вам дают разные ключи. Есть ключи, которые просто помогают вам апать свой Battle Pass. Потому что, ну, дают больше опыта. А есть, которые повышают добычу прайма. Соответственно, этот ключ на 30%, есть на 150%, есть даже на 300%. Да, может выпить рандом. Его также нужно экипировать. И следующая игра будет с увеличенным денежным эквивалентом. Далее, про Battle Pass. Многие не покупают Battle Pass, потому что это не так уж и выгодно. Но, почему я покупаю Battle Pass, потому что вот эти карты в конечном итоге могут что-то стоить. Да, для меня это, я фармлю глинты, поэтому для меня это довольно-таки недорогая штука. Также стоит покупать Battle Pass не через эфирную сеть, а по карте, лучше иностранного банка. Потому что вы дико сэкономите на комиссиях. Даже если вы не покупаете Battle Pass, не забывайте заходить и забирать награды с обычного. Потому что вот тут есть также глинты. И там через несколько месяцев это вам сэкономит на полный Battle Pass. И, соответственно, вы сможете его забрать. И какую-то карту там может быть дорогую. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Попробуйте скрафтить карту, если вам нужна какая-то в колоду для игры дополнительная, так сказать. Да, вдруг не хватает какой-то. Подписывайтесь на канал. Давайте зарабатывать вместе с SharkyPool. Субтитры сделал DimaTorzok